После праздника Пасхи мы всю неделю можем слышать колокольный звон. Согласно традиции, во время пасхальной седмицы любой желающий может подняться на колокольню и попробовать себя в роли звонаря. Колокола являются одним из символов любого православного храма. Испокон веков церковный звон использовался для созыва верующих к богослужению. Также колокольный звон служил для выражения радости, грусти и торжества верующих. Помимо традиций, когда любой желающий может позвонить в колокола, во время светлой седмицы все службы в храме проводятся при открытых вратах, где каждый может увидеть священное действие во всех подробностях. Вчера звонили целый день, понятное дело, первый день Пасхи. А сегодня, ну после работы, опять с детишками будут приходить. Ну, традиция, наверное, с незапамятных времен, сразу, наверное, с колокольным звоном на Руси. Радость пасхальная должна, как бы, непрерывно благовествоваться. Это самая большая радость. Православные сохранили подлинную иерархию ценностей, когда есть события главные, есть события второстепенные. Конечно, Пасха, праздников праздника, торжество и торжеств. Если Христос не воскрес, то все тщетно. Нет смысла ни в каких обрядах, ни в каких таинствах. И все было бы бессмысленно, но Христос воскрес. И эта радостная весть возвещается, по сути, церкви на протяжении всех тысячелетий своего существования. Субтитры создавал DimaTorzok